Очень мощный парад, стёбный парад, организовали из подбитых русских танков и русской техники. Ну, можно и как тренажёр использовать. Видите, погнал, погнал, гладиатор. Какой же это кошмар, я такого вообще никогда не видел, даже в фильмах ужасов. Где ты был 8 лет? Где ты был 8 лет? Я неоднократно дрался, неоднократно сидел в отделении полиции, у меня больше 20 переломов. Три тяжёлых сотрясения мозга и нет селезёнки. У меня опять начинаются панические атаки, я когда это вижу, у меня вот реально начинает трусить, у меня сердце в пятки уходит. Тут, конечно, опасненько рядом ходить, потому что если стёкла сейчас попадают... Лично я собирал ультрасов, своих друзей, спортсменов и бойцов, и мы встречали автобусы людей, которых превосили с Белгорода. Вот каждое отверстие, это выпущенные ракеты по нашим спальным районам. Какими у вас всех? Чувствую, ты мне не разрешишь это выставить. Так, ну напишите, ещё есть куда ей отбеливать, какое у неё? Ля-ля-ля-ля-ля, тихо, Лекси, не про тебя речь. Девчули сидят, сёрчат, ищут, как поднять бабосик. Пытаемся. Ловите идеальный лайфхак. Просто люди не могут понять, что я делаю в машине рукой. Точно такой же номер, вот, 42, 44, 978, просто добавили 0,68. Это кошмар, насколько всё разнесли, всё сгоревшее. Целый квартал домов, просто посмотрите на этот кондиционер, посмотрите на эту лестницу, люди просто спали, и вот резко к тебе прилетает в крышу. То есть вы же понимаете, да, то, что дом, он вот такой вот, вот, то есть вот часть крыши, а второго просто нет. Просто нет, а тут и всего дома нету. И вся улица, это всё квартал, причём очень таких обеспеченных домов. Мы сейчас приехали в Ирпень, Бучу. Я знаю, что смышлённым, умным людям не надо ничего объяснять, они и так абсолютно всё понимают. А тупым нет смысла что-то доказывать. Они всё равно этого не поймут. Но я же человек, у меня есть эмоции, поэтому в сегодняшнем видео я хочу вам продемонстрировать, как на сегодняшний день выглядит Буча, Ирпень, Киевская область. Как выглядят военные объекты, боже мой. Очень страшно, очень. Сегодня я вам попытаюсь ответить на самые частые ваши вопросы, комментарии. Это жесть. Просто. Ну, в уголом нет, нет. А здесь, наверное, у нас военные жили. Я постараюсь вообще сейчас вам как-то всё вообще по порядку показать, рассказать, немножко с вами пообсуждать. И чуть-чуть на старте дам вам... Видео будет, я думаю, для меня как минимум очень тяжёлым, поэтому на старте дам вам чуть-чуть позитивчика. Ссылочку оставляю в описании на свой Инстаграм, на свой Инстаграм-аккаунт Hasmut Official. Здесь я каждое воскресенье буду разыгрывать деньги среди наших подписчиков. Буду чуть-чуть радовать. Надеюсь, они по назначению с пользой уйдут. Чтобы принять участие, вам нужно просто прокомментировать все-все-все фоточки в тему фотографии. У кого будут самые интересные вопросы, самые интересные комментарии, тем мы будем отдельно отправлять разные подарки. А так, в прямом эфире всё максимально прозрачно. Заходите на Hasmut Official, и там будем в прямых эфирах выбирать среди тех, кто прокомментировал все-все-все фоточки. С позитивчиком финишируем, потому что, в принципе, как на этом фоне может быть какой-то позитив. Честно, я не знаю, как снимать и что комментировать, когда вы видите, мы идём просто по всему району. Опять же, это не в какой-то выборочный один дом прилетело. Кто-то сразу будет писать, да здесь по-любому вооружение, армия пряталась. Здесь были установки. Конечно, вот в частные дома, именно в частные дома здесь армия и пряталась. Именно защищалась мирными жителями, как мне все бомбят. Миш, ты не понимаешь, все сгоревшие дома, куда поприлетало в спальные районы, это ваши люди, ваша армия пряталась за вашими же жителями. Нет, поверьте, нет. Это полный бред такое мнение, когда вот так вот в частных домах... Да и, блин, ну что доказывать-то? Есть у меня чуйка, что новые окна сейчас не самые актуальные у этих домов. И тут, так вы можете себе представить, люди еще здесь и не поуезжали. Пытаются, пытаются чинить свои дома. Потому что вариантов-то немного. Вся жизнь в этих домах. Люди зарабатывали, растили детей, строили какие-то планы на будущее, на жизнь. Я просто... Вот, на секундочку, просто поменяйтесь местами. Попытайтесь на одну секундочку поменяться местами. И представить, какой же это страх. Все сгорело, причем насквозь полностью дома сгорели. Вот кому это надо было? Кому? Зачем? Нахрена? А так, до прихода русского мира здесь была очень симпатичная улица. Я так подозреваю, да вот этих всех новых черненьких ребрендингов. Прямо здесь на улице отличная надпись. Твоя собака, твоя куча. Это особенно актуально для тех, кто говорит, что мы признаем, что виновата Россия, но это же власти. Причем тут мирное население, причем тут народ. Так нет, идет вот это, вот все делает не власть. Это делают люди. Сколько набираются добровольцев за деньги, которые уйдут убивать украинцев, а? Это делают обычные люди, это делает не правительство и не власть. Это ответственность каждого мирного россиянина. На секундочку вдумайтесь. Вот если бы человек подошел и другому человеку сказал убить твоих родителей, и он бы убил твою маму, твоего отца, кого бы вы винили? Того человека, который сказал убить, или самого убийцу, который убил твою мамулю, твоего папулю? Кого бы вы винили? Как вы представляете, как будут сейчас во всем мире, особенно украинцы, относиться к русским? Когда это сделано людьми, русскими людьми, руками русских людей. Не просто властью, которая сказала. Пожалуйста, передвинулись мы в другое место. И тоже таунхаусы, частный сектор. Все сгоревшее. Не то, что чуть-чуть. Вы посмотрите, детский велосипед. Детский велосипед, все сгоревшее. Машины. Это не то, что что-то осталось от машины. Это, я не знаю, как вулкан какой-то переживал и выплюнул машину. Просто под ноль. Расплавилось под ноль. И вы слышите звуки? Это люди. Люди пытаются восстанавливать свои дома. Какой же это кошмар. Я такого вообще никогда не видел. Даже в фильмах ужасов такого я реально никогда не видел. Насколько оно все расплавленное. Вы вообще представляете себе эту машину? И ее просто нет. Насколько раскаленная. В каких-то ДТП машины горят. Но такого вообще никогда не встречал. Новогодние игрушки. Сани. Новый год называется. Да, Новый год только прошел. Я, кстати, нашла вот это КПС. Смотри, я покажу тебе. Кого нашла? Лесной это называлось. Вот этот весь сектор. Там, где мы сейчас находимся? Да. Вот так вот. Вот поверни. Вот так они выглядели. Очень красивенько было. Вот такое вот просто детство наших детей. Велик, санки. Идеальное детство. Я думаю, те, кто выжили, они к психологу еще долго будут ходить. Потому что у всех, я думаю, не то, что травмы. Да, если. Потому что, ну, если в этот момент находились люди дома, ну, это стопроцентная смерть. Из-за того, что видео будет очень тяжелым, я понимаю, что это и тяжело смотреть, тяжело вообще проникаться, вникать в эту ситуацию. Я попытаюсь немножко разбавлять нашими буднями, которых нам получается продолжать жить. Вот, допустим, буквально вчера, позавчера, позавчера мы ходили отбеливать зубки. Это было очень весело и результативно. Поэтому тоже чуть-чуть давайте умилитесь. Напишите в комментариях, делали вы когда-либо отбеливание зубов? Или планируете? Вот мы сейчас будем делать уже, не знаю, я в третий или в четвертый раз, да? Да, где-то, да. Короче, стартуем. Это суперкруто, когда белоснежная улыбка и так далее. Ну, нет, не сейчас. Ну, сейчас как бы тоже нормально. Не желтый, блин, забор, но... Короче, погнали. А ну, открой, открой, открой. Так, ну, напишите, еще есть куда ей отбеливать? Какой у нее? Да, да, унитаз. С-6, С-8 или все-таки С-2 у нее уже почти. Нет, вообще. Ну, прикольно, прикольно, что можно так сравнить. Я выбрала самое безопасное отбеливание, потому что Миша вечный паранойик. То, что мы же уже делали, что нужно, чтобы не было вредно зубам и тому подобное. Я вообще не знала, что такое есть, что можно сделать невредное отбеливание. Потому что меня как раз подписчики на паранойили. Я когда-то выставил в ютубчик, что я отбеливаюсь, и да нельзя, нельзя, зубы портятся, ты что, после этого невозможно жить. Оказывается, есть не стоматологическое отбеливание, а есть косметическое, правильно? Правильно, да. Косметическое отбеливание происходит за счет того, что в геле содержится минимальное количество активного вещества, которое в раза 4 точно меньше, чем в стоматологическом отбеливании. И оно настолько безопасно, что его можно делать хоть каждый месяц. Каждый месяц. И его воздействие идет с помощью того, что тебе не убирают свой эмали, из-за этого становится белее, а просто убирают все красители, которые вы в повседневной жизни едите, то есть кофе, пищи, полы. Но при том, что оно настолько щадящее, все равно можно вот до вот такого прям отбелить, до такого беленького, да? Да. Ну что, изначально у всех зубы, они белые, но просто из-за того, что ты ешь или плохо чистишь зубы, или пьешь много кофе и так далее, это все накапливается, накапливается в зубах, и в конечном итоге они темнеют. А вот это вот, как раз косметическое отбеливание, оно, всю вот эту грязь, так сказать, это как суперкрутая чистка, то есть без чёса эмали, без всего вот этого, то есть очень безопасно. Ну и все, мы уже идем к результату, к успеху. Чуть-чуть витаминчиков для губок, а зачем они? Мы будем сидеть, чтобы не пересыхали. Просто, чтобы губы не пересыхали, да? Да, чтобы не пересыхали и не трескались. Чувствую, ты мне не разрешишь это выставить. Сейчас расправим. Ну это очень сильно. Так, во время процедуры не смеяться. Это уже, который отбеливает гель? Да. А как оно растекается по всему углу? А я сейчас буду это размазать. А, оно размазается? Ой, ну ты в чичах вообще модная такая. Четко-четко-четко. И смотрится очень красиво весь этот процесс. Прям в какое-то будущее переместились. И мы сейчас сами будем определять, то есть Лера лежит так 15 минут, потом все, зубки чистит, сплевывает, подходит, смотрит результат. Нормалек, финиш. Если нет, то еще Натон будет понижать, очищать, осветлять. И так каждые 15 минут можно три раза максимум. Первые 20 секундочек, ой, 20 секундочек. Первые 15 минут прошли. Зубы не отбели, ой, не облизывали. Прикольно, реально уже видно. Серьезно? Да. Для меня просто все время белые у тебя зубы. Нет, блин, классно. Еще на 15 минут заходишь или хватит? А то у меня нижняя еще хочется. Понеслось второй заход, у Леры пошел. Теперь миша на очередь, посмотрите. Так широко, так широко. Тебе нормально так? Угу. С непривычки. Ну вот вы посмотрите на этого счастливчика. Посидел 15 минут, 15. И гляньте, какие они у него белые. Ну вот почему всегда так? Вот, на Лере я реально не видела результат. А на мне за 15 минут, ну вот, прям очень ощутимо. Ну, блин, реально. Круто, круто. Вы просто посмотрите на этих белоснежек. Класс. Прикольно. У кого белее, у кого белее. Мне кажется, что у Миши, а он говорит, что у меня. У тебя, у тебя. На. Блин, ну круто. Реально, так с учетом того, что это щадящее отбеливание, которое не вредит вообще вашей эмали, это суперрезультат. Смотрите, мы начинали с 18. То есть, у Миши были вот такие вот зубы. Реально, вот были вот такие вот. А стали, посмотрите, тупо шестерка. Капец. С 18 на 6 прыгнули. Жюра, спасибо огромное. Это очень круто. Спасибо большое. Белоснежная улыбка идет. Просто слепить всех. Все, счастливо. Хорошего дня. Так, ребят, ну я не могу просто, действительно, не могу. Во-первых, очень большой поток информации. Прикольно время провели, пообщались. Нас именно так прям прокачали. Круто. Во-вторых, ну, прям вау. Я когда делаю... Это у меня уже четвертый раз отбеливаю. Я первый раз делал лазерное отбеливание. Потом химическое. И я еще возмущался, потому что мне не было понятно, есть результат или нет. А оно еще и у меня в зубах стреляло. То есть, действительно, это было такое, ну, нещадяще мягко, скажем. Прямо стреляло и пекло во рту. А тут я три этапа. Лера, два, 30 минут. Я в три этапа 45 минут посидел. Никаких. То есть, все нормально. И я сразу после первых 15 минут увидел результат. Вау. А еще мы только что разговаривали. И мы забыли, у нас же паста сейчас во рту. Поэтому, если вы будете думать, что это такое белое у них во рту, то это мы сейчас зубной пастой намазали зубы. Короче, ссылочку оставляю на смайл бар в описании, в их инстаграм. Лера, ты вообще красотка, что их нашла. Это вообще нереально. Вот так вот смайл бар. Самое главное и самое крутое, то, что это щадящее отбеливание. Ну, реально с таким вау-эффектом. То, что, ну, прям капец. И поэтому вы можете вообще не переживать за свои зубы, что-то случится с эмалью. Потому что все по-любому вам начнут говорить, что это вредно, это вредно. Но нет, я заморочилась и нашла именно косметическое. Не стоматологическое отбеливание, а косметическое, которое просто убирает весь налет еды. Уверена, от души рекомендую, не парьтесь. Это вставочка, чтобы вы просто следили тоже за своим здоровьем. Это просто жесть. Он, видите, черный. Это прямое попадание. Прямое попадание в чью-то квартиру. Здесь везде мы едем, на самом деле. Вот, поскажи. Ну, вот, просто от магазина. Ну, а гоупрошка отдаляет, оно не видно, насколько вообще здесь все красивое, все в цветочках, облагороженное. То есть, если мы где-то едем и не разрушены дома, то все, весь забор, все в осколках. Если не в осколках, то полностью разрушенные дома. Вот вам видно? Просто ужасно. Просто за что? За что? Чья-то машина. Чья-то машина. Мы просто хаотично катаемся по Буче, Ерпень, Гастомель. И зрелище очень страшное. Но при этом я вам скажу, что не страшнее, чем в Харькове. Сколько мы были в Харькове, Северная Салтовка, возможно, Циркуны, куда мы возили собакам, корм и кошкам. Там зрелище, возможно, даже похлеще. И главный вопрос, зачем, зачем, просто зачем это все? Посмотрите, жилые дома. И это же не одна такая улица, а просто в ряд дома с одной стороны, с другой стороны. Чего не выходишь? Я не могу. У меня опять начинаются панические атаки. Я когда это вижу, у меня вот реально начинает трусить, у меня сердце в пятки уходит, мне становится страшно. Мне кажется, что вроде бы это было давно, но сразу полное ощущение, что это сейчас произойдет еще раз. И прямо вот в эту же секунду, пока я здесь нахожусь, это реально страшно. Когда ты это смотришь на фотографиях, когда ты смотришь это на видео, оно просто не передает. Ты приезжаешь, смотришь, ну, это в жизни, на то, как тут жили люди, здесь была жизнь. И просто в одну секунду, вот так в одно мгновение этого не стало, но реально замирает дыхание. Ну вот, у кого-то был нормальный забор. Посмотри, он весь как решето, просто как сито. Не крыша, ничего. Кроме забора, там и дома-то не стало. График работы, походу, уже немножко не актуален. Мягко скажем, не актуально. Все сгоревшее. Это АТБ. Это наш самый популярный супермаркет АТБ. Все сгоревшее. Все в осколках. И просто страшно здесь ходить, потому что не только здесь, а везде, везде, везде. Все посносило, все поразлеталось. Вон через дорогу, все здания, везде, нигде нету крыши. И все опять же осколками, все изрешетило. Мы пока еще по пути, только едем в сторону Ирпень, Буча. Они все дальше продолжают жить. Вот посмотри, он заколачивает крышу сидит своего дома. Да, прямо сейчас человек сидит, крышу заколачивает. Жизнь продолжается, такая тяжелая, но продолжается. Ох, как будто какая-то стройка сгорела, честно. Кто бы мог сказать, что это был просто супермаркет. Здесь кипела жизнь. Вы просто можете себе представить, с какой силой разлетаются осколки, что они весь металл просто пробивают, как бумагу. Как бумагу. Я вам не позалажу в чужие дворы. Вот отель написано, частные дома, все сгоревшее, все просто сгоревшее, подчистую. Просят котиков забрать, а тут просто как сыр все в дырочку. Просто обычный жилой частный сектор. Как и мы всю жизнь живем в частную, не всю жизнь, последние шесть лет в частном секторе. И во все стороны, ну, просто представьте, это же, ну, прилетики, прилетики. Мы просто гуляем, это не какие-то выборочные дома. Вы же видите, просто иду по улице. Я особо шариться внутри, экстремалить не буду. Вот, насквозь, насквозь. Просто разворачивала металл. Так вы посмотрите, какой он толщины. Какой толщины этот металл, чтобы оно так все вывернуло. Лера звонит, потеряла меня уже. Да? Волнуюсь, иди. Иду, иду, уже возвращаюсь. А ты вообще планируешь выходить или будешь пока в машинке прятаться? Не знаю, мне нужно привыкнуть к этой атмосфере. И несмотря на солнечную погоду, Гобро отдаляет, но по домам прямые попадания. Здесь везде стекло, он зоомагазин и аптеки. Везде стекла повылетали. Опять АТБ. Опять разрушены. Только тут, конечно, опасненько рядом ходить, потому что если стекла сейчас попадают, то осколками мало не покажется. Я чуть-чуть загляну. Ну, ага, сказал аккуратно, и Лера поперлась там, где все падает. Малыш, с моим фартом заходить в здание, которое настолько легко может сейчас разрушиться, я тебе напомню, у меня больше 20 переломов, 3 тяжелых сотрясения мозга и нет селезенки. Точно с моим фартом ты хочешь здесь гулять под вот этой крышей. Может, мне кажется, но крыша протекает. Встретили здесь только что местных ребят, но говорят, нечего рассказывать. В подвале все время сидели. На камеру говорить не захотели. Когда я говорю, что это было АТБ, речь идет о супермаркете. Вдруг кто-то не понимает, о чем речь. АТБ это супермаркет. Был. Конечно же, был. Не сейчас. Мы в обычном быту боимся порезаться просто стеклышком. Вы представляете, когда разлетаются все эти осколки, когда это все разлетается. И еще металлические осколки, которые пробивают насквозь бетонные и металлические стены. Хоть и издалека, но видно, какое было красивое здание, какой был красивый дом. Где ты был 8 лет? Где ты был 8 лет? Этот вопрос задают, но ведь реально боты, потому что у меня под каждым видео десятки комментариев от одних и тех же людей с разницей в несколько часов. То есть явно люди на зарплате сидят и пишут эти комментарии. Но если есть среди моих зрителей живые, думающие люди, которые просто живут по методичке в своем информационном поле, и их действительно интересует вопрос, где я был 8 лет назад, то наши верные зрители видели, как 5-6 лет назад я снимал то, что происходило у меня на Рымарской. Я жил на Рымарской 19 в Харькове. Это самый центр. У меня с окна, через дорогу было видно штаб Майдана. В те годы был Майдан в Киеве. И я, мягко скажем, был с активной жизненной позиции, потому что я неоднократно дрался, неоднократно сидел в отделении полиции, потому что я из своих окон... У меня есть видос, у меня есть... Я это все снимал в прямых эфирах. Те, кто были на нас подписаны, те в прямых эфирах это видели. Как я снимал, что происходило. Как привозили людей с русскими флагами, с огромными русскими флагами, они шли по улицу, кидали камни в окна, где висели флаг Украины. Мне, я смотрел в окно, и мне кричали, что ты смотришь, сейчас тебе харю набьем, сейчас тебе квартиру подожжем. Лично я собирал ультрасов, своих друзей, спортсменов и бойцов, и мы встречали автобусы людей, которых привозили с Белгорода. С Белгорода целыми автобусами привозили людей, которые с русскими флагами ходили по Харькову и делали разные провокации, что они хотят быть частью России. Да и с какими только они провокациями не ходили. И я это видел своими глазами. Опять же, я не политолог, я не военный эксперт. Я вообще не могу анализировать, что происходит в мире, даже в своей стране. Потому что мои знакомые ребята им платили деньги, и во времена Майдана они ездили в Киев и били беркут. И спустя неделю тот же человек им платил деньги, и они ездили бить мирных людей. Одни и те же, мои знакомые, это не хорошие поступки, но одни и те же люди ездили бить и ту, и другую сторону. Поэтому нам разбираться, ну, действительно, мягко, скажем, очень сложно, кто прав и где вообще правда. Но то, что мы можем видеть своими глазами, что происходит, когда ты своими глазами это наблюдаешь. Вон, ракета это не игрушка, потому что сейчас по улицам действительно валяются разные снаряды, неразорванные ракеты. Мы можем анализировать только с той информацией, которую нам предоставляют. Я это сейчас обращаюсь не только к России, это и к нам, к жителям Украины. Только ту информацию мы воспринимаем, вообще как-то ее вообще оценим, то, что нам показывают. И для меня это еще в 13-14 году был суперсильный показатель, когда мои знакомые били и одну, и другую сторону, платил им один и тот же человек. То есть они делали провокации согласно с той стратегией, которая должна была быть внутри нашей страны. И в каждой стране, в каждой стране врут. Но при этом есть очевидные вещи. Вот то, что сейчас происходит в Украине, есть очевидные вещи. Мы не знаем глобальных планов. Зачем это глобально, на международном уровне? Но то, что мы видим, когда простые люди идут добровольцами убивать простых мирных людей в Украине, даже если они идут убивать военных в Украине, то поверьте, большая часть военных, это все были мирные жители, которые, когда пришли наши спасители с России, стали военными. Сейчас мирных людей попризывали, мои друзья воюют, которые вообще далеко не военные. И также, живя в Харькове, на Рымарской, 19, одним прекрасным вечером, в 11 часов вечера, 90 человек с коктейлями Молотова бегали по Рымарской, закидывали штаб Майдана. У нас в дыму была вся улица. Тогда я в окно выгляду, они мне угрожали. Ну, то есть, просто беспредельщики. 90 пацанов-беспредельщиков. После чего наутро со штаба Майдана там им в ответ вылетел всего один коктейль, потому что я наблюдал всю эту картину. То есть, я сейчас не за какую-то позицию, но наутро на всех сайтах только было видео, как со штаба Майдана кидают коктейль Молотова в пацанов, где все пишут, что вот майдановцы забрасывают жителей Харькова. И никто не задумался и не спросил вообще, а что в 11 часов вечера толпа из 90 пацанов делала вообще на Рымарской, на этой улице. С чего вдруг просто со штаба Майдана летел этот коктейль просто вниз на дорогу на Рымарской. Короче, это просто явный пример из того, что мы можем оценивать СМИ только как нам их подают. И я анализирую и смотрю то, что я вижу, то, что я наблюдаю, то, что мне рассказывают мои ближайшие друзья, с кем они воюют, кто воюет. Это не наша Украина стреляет по Украине, как мне говорят подписчики с России. Нет, я вас уверяю, это бред. Сто процентный бред. И пока еще Лера не дошла до машины, спалю ее в крысу, как она вчера искала, пыталась бабосик поднимать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тихо, Лекси, не про тебя речь. Девчули сидят, серчат, ищут, как поднять бабосик. Пытаюсь. Ловите идеальный лайфхак, как 100 баксов заработать со 100 гривен. Никак. Берете любую купюру, и на каждой купюре есть серийный номер. И вы к этому номеру добавляете 093, 095, в общем, любого мобильного оператора, и получается, чей-то номер телефона. Вы просто его набираете, и говорите, братанчик, у меня есть купюра с твоим номером телефона. Ты можешь эту купюру положить под какой-нибудь прозрачный чехол, вот сюда, вот так вот сзади, под прозрачный чехол. Засовываете, и ходите перед кентами, понтуетесь. А давай попробуем кому-то позвонить. Только берите не порванную купюру, а целую, конечно. Ну, может, за 100 баксов тяжко, но в 5 кушей вы точно продадите, и такую фишку можно с любой купюрой делать. В общем, вы пока пробуйте. Все, я звоню. Это сильно, это реально сильная тема. А если без шуточек, вы помните, я вам буквально месяц назад рассказывал про проект Эйзи. Токен залистился на биржах и дал 2,5 тысячи процентов. Это просто какая-то бомбическая, нереальная была тема. Очень круто. Все подняли, мне подписчики все бомбили, что нереально, аллилуйя. Спасибо, что вовремя, вовремя в телеграме у себя рассказал про этот проект. Так вот, они выпустили уже приложение Эйзи. Это NFT-кроссовки, в которых ты ходишь и зарабатываешь. Давайте сейчас чуть-чуть наглядно покажу. Это не реклама, это то, чем я сейчас каждый день занимаюсь, чем я сейчас так именно развлекаю себя и зарабатываю. Move to earn. Двигайся и зарабатывай. Сейчас, красавец мой, пойдем гулять и зарабатывать токены. Итак, на каком сейчас этапе у меня приложение Эйзи? Я уже чуток походил. Видите, 10 у меня пунктиков уже износились. Из кроссовок их можно чинить. Вот просто заходим вот в этот раздел починки и сразу будем видеть, сколько стоит прокачать полностью на 10 пунктов. То есть, примерно на 1 пункт оно вот стоит почти 1 МТ. Не, это на 2. Пол МТ стоит, короче. Отмена. Пока еще не чиним. Я вам сразу говорю свою стратегию, которую вам рекомендую. Если вы приобрели кроссовки, то пока забейте на раздел Joy и Fortune, а только вот эти первые. Performance. Он отвечает за то, чтобы вы зарабатывали на каждой прогулке все больше и больше МТ, все больше токенов вы зарабатывать будете. Когда будете прокачивать вот эту позицию, а вот эта позиция Durability, не знаю, как он мой pronunciation. Эту позицию нужно прокачивать, чтобы у вас как можно меньше было затрат на починку кроссовок, чтобы они медленнее ломались. Короче, мы будем прокачивать только 2 эти позиции. Я уже заработал 22.95 МТ. Я еще ни разу не прокачивал кроссовки, просто заходим в Level Up, нажимаем Confirm и у нас вот есть 3 пункта, чтобы прокачать. Прокачиваем, как я сказал, Performance и Durability. Все, нажимаем Confirm. Пошел процесс, пошел. Теперь через часик у меня прокачается то, что я нажал, я буду больше зарабатывать с каждой прогулки и буду меньше тратить при починке своих кроссовок. Четыре внимания, кажется, я нашел. Нажимай Start, потому что мы сейчас будем ехать. Короче, когда вы за рулем, едете так, надо притормозить меньше 20 км в час. Оно сейчас остановилось, не зарабатывает. медленнее, медленнее, медленнее. Вот, пошел процесс, пошел, пошел, пошел. Но при этом все машины недовольны, потому что мы сейчас будем очень медленно ехать. Просто люди не могут понять, что я делаю в машине рукой. Выглядит это, конечно, подозрительно. Но это идеальное читерство, идеально. Сейчас едем и отбиваем себе бензин, зарабатываем на бензин. Начал с вами говорить, опять на пару километров превысил. Не-не-не, мы едем четко чуть-чуть меньше 20 км, чтобы максимально зарабатывать. Короче, в пробке вообще не надо. Не, ну реально, ты со скоростью 20 км побегать, это тяжковато. А когда вы едете в такси куда-то или просто за рулем, то кто-нибудь на пассажирском вам пока подзаработает. Посмотрите, перезванивает, мы добавили просто 0,68. Попробовали набрать, реально, и вон есть, перезванивает. Лера, побежала. Женщина, ну возьми трубочку, возьми трубочку, скажи, что извините. Не скажи, извините, ошибаюсь номером, раз очкуешь. Алло? Я прошу, мне пришлось звонить. Извините, пожалуйста, я перепутала. Да, пожалуйста. До свидания. Ну, видите, работает, работает, то есть реально вот добавили просто. Посмотрите, просто точно такой же номер, вот, 42, 44, 978, просто добавили 0,68. Я, короче, сейчас в телеграме напишу, и у меня есть твой номер телефона на соточке. Короче, вы просто берете баксы, меняете, сразу пачку по соточке. Это вообще можно с любой купюрой, с 10 гривенами, с 20, с 50, с 500, с 200, вообще любой номинал просто умножаете в X5, в X3. Любой X, это вам уже прибыльно. И в телеграме делаете рассылку с фотографией купюры этого человека, номера телефона. Прикольно. Очень мощный парад, стебный парад организовали из подбитых русских танков и русской техники. Это всё то, что было уничтожено. И здесь теперь в Киеве парад, как в России хотели парад. Вот, получили, получили то, что хотели. имя у вас всех. Хорошо, одинёчки. Я даже не знаю, как это всё комментировать. Дети радуются, залазят, капец. Я думаю, неосознанно дети не понимают всей глубины ситуации. Но, как стёп, точно отличный. Вот такое творческое решение. Искусство на фоне грубого искусства. В общем, мы тут с вами чуть-чуть прогулялись. Народу, конечно, много, прям как по набережной. Ещё есть столько фотосессий, столько фотозон. Прямо как на курорте, возле каждой пальмочки все фоткаются. Мы чуть-чуть поближе порассматриваем в каком оно состоянии. Собственно, как оно всё выглядит. Очень даже устрашающе. Тяжёлый? Как и качель, как карусель. Ну, можно и как тренажёр использовать. Едите, погнал, погнал, гладиатор. И вот надо было им с России столько ехать. Сдали бы на металлолом, бабок бы подняли, бедным бы раздали, накормили. А так вот здесь оставили в Киеве, теперь будут пылиться. Прямо как детская площадка, как карусель. Теперь дети везде ползают, лазят. Нам тоже, как и всем, интересно позаглядывать, везде позаглядывать. Да, убийца была уничтожена в Сульской области. И чуть-чуть внутрь давайте заглянем во все стороны. Ну, ремонтик не свежий, скажем так. Как музей целый получается. Ходишь, читаешь, изучаешь помаленечку военные дела. Куча ракет вылетающих. Вот каждое отверстие, это выпущенные ракеты по нашим спальным районам. Северная Салтовка, на которой мы снимали, собственно, именно такой сранье была разбомблена. Вот такая вот романтика на фоне мертвых, обезжизненных русских танков. Кто бы мог вообще такое представить и подумать. Я хочу селся. И это же самый-самый такой очевидный и банальный явный пример того, что ну не может быть просто так чужие войска чужой страны в другой стране. Это против нормы, это уже аномально неправильно. Если кто-то ищет какое-то, где правильно, неправильно, в принципе, в чужой стране чужие войска это уже неправильно. И вы просто посмотрите, какая толпа людей и все пришли радоваться, все пришли радоваться, все не пришли. О боже мой, о боже мой, спасите нас, спасите, посмотрите, какая огромная толпа людей, которые радуются тому, что сгорели русские танки. Ну как, вот о какой помощи мы просили, о чем мы просили. То есть вы все говорите то, что мы просим, просим, вот при этом все рады. В общем, здесь этот парад можно снимать очень долго, прям очень. Для меня это все равно жуткое зрелище, потому что все-таки уходят жизни людей и мне бы очень хотелось, чтобы как можно быстрее это все закончилось. Потому что ну это же настолько бессмысленно, максимально, вот насколько вообще можно представить, настолько это максимально бессмысленно. Не отправляйте своих ребят погибать просто ни за что, ни за что, реально, ну зачем, зачем им умирать на нашей земле. На фоне остальных эта обложка мелковато смотрится. И вы представляете, вот же ходят родители, деткам объясняют, что это такое и как деткам объяснить вообще, зачем люди так поступают. В 2022 году в современном, цивилизованном, вроде бы, обществе, откуда вообще все это появилось, как это объяснить детям. Я был бы очень рад, если бы вот это все осталось только в военных фильмах и никогда вживую не пришлось бы это видеть. Чтобы вы понимали, все стартует с самого начала улицы и на каждом квадратном метре параллельно буквально по три единицы техники танка стоят и уходят просто в горизонт. Самый горизонт туда, туда, туда. То есть, это не каких-то пару метров улочки. Это прям ответственно немало техники. Я слышу диалоги взрослых, людей, которые идут, смотрят и говорят «Ух, суки!» Я их полностью могу понять, но при этом респект. Я слышу, как родители находят в себе силы и своим деткам говорят «Мы наценно разраховывали воюваты». То есть, никто не рассчитывал, не рассчитывал воевать. Совсем не наша инициатива. Все написано по фактам. И вот она, новая фашистская для нас теперь свастика. Ку-ку! Вот мы уже и дома. Но пока я снимал, выставлял стори в Инстаграм. Кстати, те, кто подписаны на нас в Инстаграм, они самые первые видят вообще, что у нас происходит в жизни. Поэтому подпишитесь в профиле «Хасмут офишал». Мы еще и делаем розыгрыши среди тех, кто комментирует все наши фоточки. Поэтому прямо сейчас залетай, комментируй и выигрывай. И мне, пока я выставлял стори, начали бомбить ребята с Харькова. Вау, вау, какая футболка! У тебя написано Харьков! Да, здесь выбито, вышито Харьков, Харьков. Поэтому я ставлю ссылочку на Гаги Шоп. Это магазин в Харькове, где я ее приобрел. Те, кто хотят быть со мной на патриотической волне вайба, Харьковского вайба. Залетайте, тоже покупайте, будем вместе.